Сегодня в гостях у женского сообщества из ИНАМ ЛВЗРФ учредитель благотворительной организации Ирина Айцабия. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашем интервью. Спасибо, что пригласили. Первый вопрос будет связан с началом вашей благотворительной деятельности. Как пришла к вам идея создать такую крупную благотворительную организацию, как УМИТ? Мы начали как УМИТ существовать с 2008 года. Мы были на разных форумах, в то время известных как Disput Us. Потом мы были еще на одном из форумов. Там просто создавали не те условия, чтобы мы там находились. Поэтому мы... Раньше я начинала сама как благотворитель. Я не занималась этим, я лишь помогала. Потом у нас был мальчик Рустам. У него было поление, рак почки у него был. И мама попросила меня помочь, обратилась ко мне, потому что я тоже была одна из участников на этом форуме. Я согласилась помочь. Там нужно было 40 тысяч евро, если... Большая сумма. ...не изменяет память, да. И я вместе с ребятами за два дня буквально мы собрали эти деньги и его проапеллировали. И после него все начали писать почему-то ко мне. И так получилось, что я открывала темы и собирала эти деньги. Поэтому... Ну, вместе я не одна была там. Там у нас очень большая, огромная команда. Больше ста человек. Да, все добровольцы-волонтеры. Из разных компаний, из разных сфер деятельности. Все занимаются совсем разными делами, совсем в разных компаниях и работают. И мы все собрались. И так как мы переходили с одного форума, один форум закрылся. Ребята сами сели в своем кругу. Мне тогда было очень плохо. И решили, что нужно брать вот такой домен. Руфат, по-моему, все это организовала. И ребяту сказали, давайте мы возьмем, купим этот домен и отнесем, дадим Ирине. И скажем, что мы будем продолжать все это деятельность там. Вот. Он пришел ко мне домой и сказал, мы едем сейчас покупать домен. Я удивилась. Говорю, какой домен? Я не знаю, что это такое. И мы будем делать свой форум. И вот так уже образовался УМИДАС. И вся команда перешла туда. Это чисто. Мы начинали с малого. Ваша команда, сколько там было? В самом начале было очень много людей. Но потом все вышли замуж, уехали, переехали. И сейчас около ста человек. Около ста человек. Большая команда. Как вы делегируете ваши обязанности? Руководитель. Да. Руководитель. Я, но у каждого свои обязанности там знает и у каждого свое. Кто-то отвечает за бухгалтерию, кто-то отвечает за перевод, кто-то отвечает за инстаграм. У каждого разное. Кто-то за продукты, кто-то за семьи проверяют ребята, кто-то отвозит продукты, машины. Очень много нас. Кто помогает вам? Здесь вопрос и о финансовой части, и о информационной поддержке. Вы можете выделить какие-то, может быть, организации государственные? Кто с вами? Нам помогают очень много. Я боюсь сейчас, если я вдруг кого-то забуду и не назову, они объединены на меня. Но очень много. Нам помогает Сабина Радимова. Нам помогает Vertex. Очень много компаний, которые нам помогают. Это естественное число. Поэтому я даже... У вас очень много... Очень много анонимно помогают. Очень много ребят помогают. ИПИ помогает нам. Очень много. До Умит-Ас чем занималась Ирина Ханна? Я дома сидела. У вас четверо детей. Да. Расскажите немножко о вашей семье. О вашей жизни вне Умит-Ас. Чем вы занимаетесь? Я работаю мамой. Работаю мамой. Да. У меня четверо детей. Двое мальчиков и двое девочек. А как вы все успеваете? Четверо детей. Я стараюсь. Ну тогда, когда я начинала, у меня был только один взрослый сын. Потом у меня... Как я зашла в сферу эту, у меня родилась дочка, у которой была дисплазия ног. И нам здесь говорили, что нету... Только операбельно это можно решить, ну, решить проблему и так далее. Ну, потом нам советовали поехать в Питер к одному профессору. Это было очень дорогостоящая, то есть операция дорогостоящая была. Но я решила поехать, и потом я подумала, боже, а как, если я могу себе это позволить, и я могу поехать, а у других, что они делают? И это заставило меня зайти на раздел благотворительности и самой просто помогать. Просто помогать легче. Ты даешь, и все, ты уходишь. Ты не ответственен ни за что. А форум, когда ты создаешь, ты уже несешь ответственность за каждый монад, потому что ты должен показать, куда ты его потратил. У нас нету тем без чеков, мы не открываем. Это наше правило, единственное, и то, которое реально без чеков нереально у нас. Мы не беремся ни за что. Понимаю. Если мы говорим о трудностях вашей работы, конечно же, вам приходилось сталкиваться с потерями различного рода. То есть самое страшное, это, конечно, человеческие потери, когда не получилось, не удалось, то есть сделали все возможное. Как вам, как вы справлялись с этим? Я скажу так, раньше я очень много переживала, я плакала, я месяцами не могла отойти, переживала и так далее. Наверное, со временем это неправильно, но я стала сильнее, я перестала плакать, я начала думать, что мы хотели закрывать с каждой потерей. Я говорила, что мы все закрываем, ничего не хочу, не буду ничем заниматься, не буду собирать деньги. И ребята мне говорят, ну ты посмотри, мы там спасли 100, один из них ушел. Ты же спасла этих 100, поэтому давай мы будем думать о тех спасенных детях. Я почему-то винила себя, я думаю, что он же жил, а я собрала деньги и он умер. Наверное, это моя вина. То есть я везде винила себя и поэтому очень трудно это. Были моменты, когда вы отпускали руки? Да, конечно, конечно, очень много раз. Если бы не моя команда, наверное, сейчас тоже я не занималась бы этим. Моя команда, только она меня держит, поддерживает, и я становлюсь сильнее только благодаря ей. Команда движет вами, так скажем? Да, да. Хорошо. Если мы говорим о человеческих качествах, главное качество, которое вы цените в других? Искренность и порядочность. Я думаю, это два человеческих качества, в которых, не знаю, человек должен был быть искренним и порядочным. А что расстраивает вас в этих? Нечестность. Наоборот? Да. Да. Хорошо. Ложь. И сопутствующие, все вы понимаете, этого слова. Да, да, да. Если мы говорим о целях, для хану, согласитесь, порой бывает тяжелее добиваться целей, потому что на плечах женщин и семья, и воспитание детей, и другие обязанности, так скажем. И вот та траектория пути от сегодняшнего дня и до цели, она очень такая протяженная. Да. Что стоит между вами и вашей главной целью всегда? Я не хочу, чтобы дети болели, я хочу, чтобы все были здоровы. Наверное, это моя цель. Это ваша большая цель. Да. Я хочу, чтобы в один прекрасный день ко мне просто на телефон никто не позвонил, и все. Чтобы ко мне не позвонил, не сказал, что помогите, плакать и так далее. Я просто хочу, чтобы мой телефон замолчал хотя бы на один день, но это нереально. Участились ли звонки за последний год? Какая динамика? Больше вам обращаются или меньше? Нет, за последний год я чувствую, что страховка помогает все-таки. Сейчас начали как-то ее, не знаю, как корректировать, и многие дети-сердечники с пороками, с легкими пороками, апеллируются по страховке, поэтому стало очень легко. То есть какую-то часть заплачивает страховка, да. Слава Лавченко. Хорошо. Помимо вашей благотворительной деятельности, у вас еще время остается на рукоделии. Вы мастерите такие потрясающие ободки и выставляете ваши работы на благотворительных ярмарках, да? Как-то вы успеваете это делать, как вы не знаете? Так получилось, мы, не только я, мы были, наверное, эти 11 лет, мы, не знаю, каждую субботу, воскресенье раньше проводили ярмарки в парк, в бульваре, в 28-м моле и так далее и тому подобное. Вся наша команда приходила, садилась за один стол, и мы делали то игрушки елочные, то еще что-то, чтобы своими руками заработать деньги для детей больных. И вот так вот я тоже научилась, потом просто я посмотрела видео на ютубе и уже стала делать всем. То есть я какой-то, я так уже, я из-за того, что я много очень занималась этим, я уже за 2-3 минуты могу это сделать, поэтому мне не так много времени нужно. К чему вы стремитесь в своей работе? Как ответить? Тяжело ответить. Есть ли, может быть, какие-то задачи поставлены, которые вы хотите вот к концу этого года точно совершить? Может быть, так? Я не знаю. Я хочу пробирать всех детей, которые у нас сейчас стоят в списках. И все, что в планах у МИДАЗа, у команды есть, чтобы это все свершилось. Очень благородная цель, и мы от всего нашего сообщества желаем вам успехов в его притворении. Как вы представляете себе Инамлы Базарев Ханам? Наша организация, наше сообщество называется ИИС Инамлы Базарев. Ваше понимание? В моем понимании Инамлы Базарев – это сильная женщина, которая… Это сильная женщина просто. Это сильная женщина. Да. Сильная женщина, которая может добиться в этой жизни много чего, если поверить в себя. Как раз таки Инамлы, это и уверенность в себе. А если вы на себя взяли, что для вас красота? Стандарты, может быть, какие-то красоты? Стандартов красоты не знаю. Красота должна быть внутренняя. Меня многие спрашивают, как заняться благотворительностью. Я говорю, никак. Если внутри этого нету, внутри этого, ты уже ничего не сможешь сделать. Внутри это? Это что? Внутри, в душе, в сердце. Если ты не хочешь это сделать, ты уже не будешь это делать. А если у тебя есть это в сердце, то ты можешь найти и время, и между детьми это все разделить, и желание, и возможность. И завершающий вопрос, если бы у вас была возможность отправить всему миру послания, что бы вы сказали за 30 секунд? Вы считать будете? Можете более 30 секунд. Занимайтесь благотворительностью, делайте добро, изменяйте мир к лучшему, и пусть дети не болеют. Берегите своих детей. Самое главное. Спасибо большое, Ирина Ханун, за искреннюю беседу. И мы от всего женского сообщества из Нанавы Батаре желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо.